Я раскопаю эту деревню. Да хуй все! Доброго времени суток, тряска, пятница, город вечереет, пробки, экзистенциальные выходные. А с вами Данила Рыжкин и... не переключайтесь. Итак, дорогой мой кастинг-директор, чтобы не быть голословным и не тратить твое время, я быстренько расскажу о себе. Да, я не учился в Москве, но разве Ди Каприо, Кристиан Бейл или Аль Пачино учились там? Прошло почти 24 часа. И мы наконец-то доезжаем до места. Безтуманища вообще. И мы едем без света. Кто-то у нас пискнул. В общем, ребята, у нас вот такая вот экзистенциальная атмосфера. Это все вообще прям туманище. Ну да. То есть вы думаете, это раз фокус? Нет. Это туман. Ребят, включено все, что можно. Да. Как так? В общем, мы приехали, и на нас сразу наезжают местные жители. Вон, где-то там. И много звезд. Но вы их не увидите. Потому что эта камера не стоит много денег. Вы и меня сейчас уже не видите, только слышите. А этот дом мы будем сейчас брать, как бастилию. А мне что, на этом джексе заканчивается? Вот это дом. Проклятый старый дом. Утро, похмелье и грибы. И люди как грибы. Экзистенциальные выходные продолжаются. Помашите ручкой. Ну, хоть кто-то. Вот это вообще классно. Да. Надо заходить. Только не раздавить, а можно. Ну вот, маленький еще. Боб, похвастайся грибами. О, красота. И это только малая часть. Юр, что там ищется? Пока не знаю, что. А тут телефон. Фырь! В общем, наша остановка немножечко затянулась, потому что грибы продолжают прибывать. Юра оборудовался своими устройствами для поиска старины. А я решил просто пошарахаться в окружности. Вы можете спросить, а в чем вообще смысл данного видео? Почему оно залито у меня на канале? Ведь в большинстве своем я вещаю про новости, про политику, про искусство, блогинг, критика, фильмы и так далее. И тут вдруг, вот, бац, опять какое-то непонятное видео. Объясняю. Это мой канал и временами я показываю на нем и просто свою жизнь. Я считаю, это правильно, знакомить своего зрителя именно не с четкой позицией по определенному четкому вопросу, а именно минутами своей жизни, дабы выходить на более такой простой диалог со зрителем. Не обязательно, что все должно нести смысл, какие-то глубинные посылы. Иногда можно просто быть. Просто быть и наслаждаться моментом, каким бы он простым не был. Вот и все. Поэтому есть это видео на этом канале. Ну и приятного просмотра. Да, ребят? Давай, Юр, что нас ожидает сейчас? Я думаю, пробка. Точно. Пробка? Да. Вот, уважаемые водители, вы вот ездите и думаете, почему машины прокалывают. Потому что Юра сидит на дорогах и ямы копает. Да, Юр? Да. Вот. Юр. Ай-ай. Расскажи нам, куда мы едем, вообще, что здесь за местность, чтобы люди поднимали? Ну, мы едем до точки. Так. Фиолетовая точка. Так, фиолетовая точка. А что делает эта фиолетовая точка? Не знаю, она движется к этой фиолетовой точке. А эта фиолетовая точка, не знаю. Фиолетовая точка. Вопрос только в том, сможем ли мы туда проехать. Так. В чем загвоздка? Мне почему-то кажется, что сейчас начнется плохая дорога. Так. Сейчас хорошая. Нет, но я уже вижу, что пиздец начинается. И я что-то не очень хочу, беру желанием туда ехать. Ну, есть. Юр, мы твой пиздец запикаем? Да, запикаем. Нет, но я уже вижу, что пиздец начинается. А мой пиздец запикаем? Нет. Все. Не знаю. Цель надо запикивать. Так, хорошо. А где мы вообще, Юр? Расскажи зрителю. Мы в лесу, на Нижней Ферме бывшись. Так. Вот. Мы ее уже проехали вначале, она была. А сейчас мы едем в неизведанное место. Я там сам не был ни разу. Рядом здесь клин, так? Рядом клин, да. Какие-нибудь реки, какие-нибудь озера. Да, кутра вон там течет. Какая? Кутра. Кутра? Большая кутра. Допустим. А малая кутра? А малая, я не знаю, где, кстати. Высушилась наверно. Большая ее съела. Вон там и грибы. Думаешь? В общем, ехать я не знаю куда дальше. Мы здесь грибы, 100%. А что мы хотим найти в фиолетовой точке, Юра? Возможно, здесь была деревня старая. И ты хочешь раскопать ее? Да. Но это не точно. Может, ее и не было. А может, там вот прям дом стоит? Юр, а скажи, прям это эпично, с резким поворотом в камеру. Да, хочу раскопать. Я раскопаю эту деревню. В общем, ехали мы еще недолго. И вот это вторая нижняя ферма. Или какая там ферма? Нижняя. Нижняя, просто, не вторая. В общем, узрите это поле. Вот. Вот это ферма. Вот это да. Вот это классно. Да? Да, мы продолжаем. Короче, бабоньки что-то нашли в лесу. И интригуют. И зовут. Куда идти-то? Куда. Вот, решил пиво попить? А нет, надо куда-то идти что-то смотреть. Ну, хорошо, ну, что такое, но ты не покажешь. Давай. Чё ты пришел? Чё пришел? Так, ну, допустим. Ну, ладно. Ох, ебать, прикольно. Ежики. Зубы-то какие, глазами. Вот почему эта ферма. Ну, в смысле, как бы, это подтверждение. Да, это каеф. Я хочу его домой. Не трогай его. Это зашибись. Правда, зашибись? Крушавица. Вот она реклама здорового образа жизни. Вот, к чему это приводит. Как вам вид, зрители? Это вид из моей жопы. А потому что она вот-вот. Здоров. От лица жопы, я бы сказала. Здоров. Экзистенциальный выходной. Гуляем. Смотрите на Юру. Видно там Юру? Нет, 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 нет. Ты видно, Юру? Юр, там тебя видно? Да. Юр, мы побывали на нижней ферме. Куда мы сейчас? На нижнюю ферму. Отлично. Комментарии. Ну, че, Юра? Че нашел? Давай. Нашел оружие. Ты нашел оружие? Да. Покажи оружие. Пистолет. Давай, покажи. Серьезно? Что это за хуйня, бля? Прекрасно. Нет, надо сфоткать. Поменьше его возьми, а то он не видит ничего такого. Замечательно. Ну, вот он, свертельное оружие. Совсем все плохо. Давай, защищайся. Такая доисторическая игра. Ну что, мы вернулись из леса, как вы видите. Мы уже успели пообедать. Вы этого не видели. И сейчас мы немножечко пьяненький отдыхаем, перед тем, как пойти париться в баньку. И ужинать. И внезапно вы смотрите на мир не из моих глаз, а на меня. Опа! Блог становится интересней. Или нет? Я не думаю. Стой, не двигайся. Фри. Интересно, как я это буду монтировать? Что именно? Что? Что именно монтировать? Вот это вот все. Мне страшно, Юр. Что случилось? Что происходит? Я в монтаж должен буду вставить фотографию, то, как это выглядит со стороны. Как, как, как меня снимают? Вот, вот, вот. Это бэкстейдж просто, да? Вот так вот меня снимают. Вот. Сейчас вы это видите на экране. На самом деле он не снимает. Просто убрал звук у камеры и выключил видеосъемку. И что-то боль не стало. Юр, ты страшный. Подписывайтесь на канал моего, на данный момент оператора. Это Блог Юрца. Вот. Все. Не испортим? Да нет, что тут портить-то. Портить баночку, портить. Видно что-то? Нет. Ничего не видно. Он горячий. Ай, горячий, слушай, не надо. Намана! Вот и баньку поснимали. Вот тебе и бложик! Банька закончилась. Банька прошла. Ну, ура! И мне сегодня дали выходной. Поэтому мясо готовит у нас вот этот вот молодой человек. Это тот человек, которых вы можете около торговых центров видеть. Они зазывают, надутые такие. Вот этот человек. А вот это наше будущее мясо. А это наши будущие кабачки. А вот там наша будущая зелень. А мы все будущие мертвецы. До скорого! Вот это на ремезе. Ага. В общем, как-то так Юра наготовил, все остальные сидели, ничего не делали. Я вообще гадил. Вообще зашибись. Зажибись. Просрал шашлык. Зажибись? Да. Ну, в общем, дорогой зритель, мы трапезничать, а ты, короче, подписываться. Да, Юр? Чего? Да. Зритель что должен сделать? Должен поставить колокольчик, поставить сердечко, подписаться и сделать репост. За это он получит шашлык. Вот. Но не наш. Вот. Поняли? Работаем. Пиздец, волон, что ли? Да. Вот так вот мы и продолжаем наше... Что? Лето. Наше лето. Экзистенциальные выходные. Отходят к концу. Люди слушают... Что мы слушаем? Ротару. Ротару. Мясо съедено. Грибы съедены. Алкоголь выпьют. Мотыльки летят. Кетчуп только остался. Сила в кетчупе, господа. Он остается. Все. Ну что, вот и закончились наши экзистенциальные выходные. Ну как закончились? Уверенно двигаются к концу. Вещи собраны, еда доедена, машина укомплектована. Будем постепенно направляться обратно в город. Да? Вот как-то так. Пенсионерам поднимут пенсии. Это связано с тем, что на второй квартал 2019 года сумма прожиточного минимума составит 11 185 рублей. Вывод после этой новости, которая рождается у меня в голове, это то, что нужно как можно быстрее создавать реалити-шоу, в котором мы будем показывать чиновников, которые в течение, предположим, квартала будут жить на такой прожиточный минимум. А потом будем смотреть, реабилитируются ли они и продолжат ли они врать о том, что у нас все хорошо, а Запад загнивает. Ну а на этом у меня все. Вот такой выпуск. Наши экзоциальные выходные подошли к концу. Мы сейчас стоим на трассе, но при этом направляемся в город. Наши копатели ушли копать. Надеемся, что они скоро вернутся, чтобы приехать и отдохнуть. Ну а вы продолжайте быть замечательными зрителями. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, любите себя, всех и вообще.